Музыка Люди, которые уже у нас на пенсии, и у которых появляется много свободного времени, они могут себя реализовать. То есть они могут прийти в свой районный центр обслуживания населения, они могут прийти в любой дом культуры, и там к их услугам будут массовые кружки, где они могут себя реализовать. Это и хоровое пение, и вокальное, и эстрадное, это и танцы, и какие-то сценические постановки, и занятия туризмом тоже не возбраняются, а только приветствуются по родному краю, побоевание в каких-то местах, в каких-то экскурсиях. То есть вот если они во время работы не могли себе изыскать время, то сейчас, пожалуйста. И это, я считаю, это очень здорово, это очень хорошо. Еще хочется особо отметить нашу природу. Она у нас особенно, она у нас прекрасна, она у нас, ну, просто не слов для описания. Вот, например, Беловежская пуща. Упоминания, первые упоминания нашей Беловежской пущи еще есть у Геродота, то есть за пять веков до нашей эры. Литовский князь Гайло сделал этот лес заповедным, то есть он запретил там охоту и сделал его заповедным. И вот уже больше 600 лет этот древний лес охраняется. И там есть такие деревья, которые были еще до открытия Колумба в Америке. Вот это тоже такой факт. У нас есть уникальные, уникальные заповедники. Например, тот же Припятский заповедник, в котором в единственном на всей планете сохранились пойменные Дубравы. У нас еще есть и Брославский озеро. У нас много чего есть. И вот это наше национальное достояние. Нам хорошо бы там знать, его оберегать и приумножать. Я к важным событиям отнесла повстание Костяся Калиновского. Оно так не освещается так широко. Значит, оно в разных историях подается по-разному. Например, в российской истории оно подается как польское восстание. В польской истории оно подается как январское восстание. В белорусской истории оно подается как восстание Костяся Калиновского. Чем знаменательно это событие? Дело в том, что рождение государства, как и рождение ребенка, ему предшествуют какие-то события. То есть на тот момент белорусы были, и слово такое было, белорусы, и как национальность уже сформировалась, но не было государства белорусского, на тот момент его не было. И вот он, так сказать, посел зерно, он высказал, впервые высказал идею о независимости и самостоятельности Белоруссии. Он первый, кто издал газету «Мужская правда» на белорусской мове. Вот, конечно, это повстание было подавлено, значит, Костой погиб, но семено уже было брошено в землю, то есть идея уже зародилась. И это уже потом, позже стали развиваться события там на Первом съезде, когда решался вопрос либо о широкой автономии в составе России, либо, значит, о самостоятельности. И потом уже будут даты, которые мы будем считать и днем независимости, и днем рождения государства. Но вот первые истоки, вот когда вот впервые было это зерно брошено, оно дало свои сходы и проросло. И вот сейчас мы имеем то, что имеем. То есть мы сейчас живем в замечательной стране, именном Беларусь, и я хочу пожелать воспользовавшись случаем самостоятельности, экономической независимости и процветания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова